я не знаю я не знаю как вы вывели уже даже мой опыт показывает что если человека начинает он не может вырваться из этих вопросов пяти церквей из вопросов канонической территории из вопросов прелести гордости он бесноватый да они еще не могут сделать а вот о которой на не нападали я гляжу они полностью похулили духа святого у меня не понимают глаза вытаращены и он одной тоже лепит хоть одну душу покажите который господь через вас привел нет ничего нету это засохшие смоковницы а ты посмотри когда у нас в ряд стоят да немного потому что мы посылаем ищите там далеко ехать и бы это вальтер это приехал он бы был здесь эта обстановка то по-другому все повела право рта хороший мужик жалко так не его не устоял сектанты одолели свои родные все ну ладно в этом деле так вам не на работу сегодня эти нет сегодня 4 ноября же праздник конституция что ли ну видимо до конституции 4 ноября там может быть день народного единства скорее всего ну да так называется как в этот день рыба то не разрешается и по празднику масло можно масло это без них мы знаем без них это я вот эти составлял когда работал то со старыми книгами почему в отдельные там про копии можно а если ну ладно у нас престольный праздник там анфима там уже рыбу есть в любой день такой это умный вопрос а бывает так попадает сильно знакомые такие перри много претерпевшие засима и ничего нету а про копии есть а смотрю его биографии там еще и нету чем связано вот это для меня непонятно сейчас такие календари делают в православии везде масло почти можно я смотрю везде можно там никого нету а ну сейчас какой-нибудь цветой вот 1800 какого-то года 1900 какого-то года и масло разрешают и как вот я который брал называется большой устав по которому жила вся россия я со славянского все переводил цифры на новый стиль и все выставил своем материале к истину православию я ни слова не добавил никак я считаю не надо льготы искать а то семинаристы приравниться к шахтером чего-то взяли что под одеялом долго прятался свет погас так я мы используем вашу книгу для нашего храма календарь мы делаем как она каждую неделю меня жена делает и мы оттуда из вашей книги берем все это без промаха это абсолютно точно и каноны и кроме того большой устав вот как называлась и господь дал мне эту книгу в руках держать и я обрабатывал эти все цифры но осталось тайны почему прокопию на прокопию день масло разрешается там а инфи афиме нету нет просто где не престольный праздник анфим единственный за всю мировую историю который всю общину возвел на небо 35 тысяч 32 тысяч это не игрушка к я не знаю что за храм был к на 20 тысяч вмещалось это стадион какой-то карьер показывает там когда они в мусор убирают то видели это каир мусорщики город мусора и там он обращил сколько людей они как будто бы мы были мусульмане и у них какая-то как скала и там конца кажется не видать сколько людей а там до этого показать поросята свиньи крысы и они в город то в два раза больше москвы кажется вот так мне маленький звоночек хотя бы чтобы или даже письменно как у меня нормально нет а то когда бывает меня вышибет и позвонить то нельзя и связи нету я тогда бегу кто имеет с вячеславом связь володя брякни его вот вроде сейчас не должно быть я сейчас поставил вам skype более старой версии и отключил обновление чтобы он не мог обновиться так теперь а почему он так стал поступать со мной это мне за узнать обновление потому что у вас версия системы windows windows 97 этот 7 старый а обновляется все время skype они там каждую неделю обновляют и видимо уже что-то не сходится там и не может я более старую поставил обновление когда дает обновить надо если я не буду нажимать они вообще блокируют нет нет skype skype он не заблокируют но мне нажимать что давайте вставлять нет нет а сейчас он не будет предлагать skype skype я имею ввиду skype другие то приложение могут а skype он уже не должен я skype очень люблю это много людей я могу терабайты сразу посылать вот такое дело ну что сказать слава богу спаси христос по слову но учились тут многие говорят спаси христос уже вот наше сообщество то которое вчера кто-то на меня там я даже не знаю кто кинул там прелести сразу выставили игнатия бричанинов прямо говорит без прелести нет ни одного человека мне некогда об этом думать я бы думал сидел прелесть гордыни прелесть это у них два вот так вот сидят и двумя лапами давят клавиши а почему почему я ни одному человеку это не сказал не прелесть я даже этого не знаю как чего ради то я должен накормить его напоить если он пришел ко мне вот я тоже никому не говорил но вот александру шлокову я конкретно сказал сам настоящая прелесть у него для него это не ничего не значит прелесть обвеснование ну да он не руководит собой никак он сразу начинает подкапать вот там такой-то а ты то не такой-то почему-то не такой то есть он бы не может никак он как же везде лезет себя абсолютно не видит в этом своей греховностью он видит даже смакует он говорит иногда что вот я такой грешный я вот у зато я смиряюсь но вот он мне писал я читал там вообще невероятно какая-то гордость и прелесть я такое не видел никогда даже вот и это все он получил от монахов вот он начитывается всяких симеонов афонских там и всевозможных начитается и вот у тех кто постоянно в каких-то тяжких грехах ему так им так хорошо на сердце кладутся вот эти все их писания монахов я вот удивляюсь почему так вчера ко мне владислав зашел так подписывается но и в женском монастыре там работают можно не может я говорю где-то вот ну там в ограде ну и что надо это же вроде бы все я ему ответил а все-таки начинает а как же признаете григориан армян еще признавать есть рукоположение я больше ничего не одобряю что они там руки вот так вот в воду чашку положит ее обтирает коленки задел крещеных крещение во всем мире нарушена везде сатана знает это вход и он везде врата они дали это врата врата ада крещение стоит главный здесь вот я когда был раньше ездил везде тогда был ленинград исаевский собор то я вам рассказывал помните как зашли и там до проповедовала так она там написано поднимитесь врата верхи ваши войдет царь слава и она объясняла пасхальный день священник красочный я говорю нет победа он не наклоняется и кем врата должны подняться сами не он наклоняется и тут весь ну сколько не больше там минут 40 или меньше было весь собор забил они заходят а выходить никто не выходит а до этого групп 5 было по разным местам по храму маленькие группки 3 так они уж давай просить меня что тут к дверям подвиньте чтобы они за вами вышли а почему а у них как говорит нет этой харизмы они не знают это им нужды никакой нет они не чувствуют бесчувствие на эти люди вот на меня которые нападают это те кому я особенно много помогал особенно много почему тем выше награда я могу сказать только одно господи можно ли а теперь вижу батюшка гаврина какое-то состояние такое-то только похуливший духа святого как у нас там это которая нападает деревне и около них такие же там просто понимаешь вот такая мертвичина что-то обложил себя дохлым мертвым человек и он ничего не видит не понимает вот который делает это старше и он именно так он все время посмотреть не так и не так даже архиерею там архиерея то ходил там молились же с вами рядом было я что-то спросил батюшка ответил а тут в начале против это дышат ты умер у них больше ничего нету задача стоит любыми путями и здесь так как оскользнулись они же думали что теперь тут четыре года хлопнет а ничего нет суд закончился несудимости ничего нету но вчера уже ролик показывает лена идет барабаш по храмовому пруду я крещение идет и там бобры прогрызли и вода хрещет теперь наружу и вода может уйти оттуда но у нас симаковский вот теперь пускай делать а мы это не работали на этом то есть мы другие делали а здесь вот стоит и стоит на одном месте нет прорубу он там она была с игорем и собакой сделает а не делает теперь нас нету значит там что нужно делать это надо столом и сено больше землей мешать и хорошо проливать норы раскопать до конца нору и тогда забивать и про когда сухой уже будет отработкой ну вот как мы делали как раз таки помните там нет несколько камазов земли там вот яма то была какая огромная да там вообще там человек там снизу стоит кажется как казалось что невозможно а мы по моему за один день что ли ее засыпали на году это но уменьшили так и поменьше сделали ну и главное-то загородили все как положено ишь пантера по рукам лазит да и не говоря и ну вот так это вот хула на духа святого то это когда я послал материал читали его читал я везде распространил о вот такой это вот у них именно такой ненависть тому что бог делает чудеса творит самое большое чудо когда человек выходит из плена у дьявола когда обращаются люди а в них ничего нету это такое то вот и все ну это так коих это коллегиально они как сказать переплелись и все и мне столько какой змеющих вы пригрели на груди родственники минимальное не пропадает добро горит осталось добро вот всех тех которых у нас на каналах везде мы заблокировали они все там собрались теперь а чё мне никак я сплю меня не тревожит аппетит хороший стою рано в три количество людей как вы действительно это это трудно ну велика ваша награда горит на небесах да господа я не достоин такой награды а его участь такая планета такая клеветать говорить и не понимать пачка но вы конкретно покажите что у вас забрал там на меня говорит или что-то не так он еще не может ни один не можете еще сказать да ну нет ничего я не разговариваю я понимаю они настолько тупые он еще не может незнание неграмотная и глава мои слова если я скажу они сразу переворачивает а это ты я сказал и сидор пилосиот говорит предвзятость не дает здравого мышления а злоба вообще отнимает разум так это провоз то есть я понял говорит ничего нельзя подкладывать им пущется пену пускает а ничего нету у меня выход один только молиться и не разговаривать никак они отверженные и они не понимают уже зачем а знаю как потеряю разрушить это вообще у нас поселился один это был милиционер тут ну как храм идешь и слева там такой домик стоит на сама она называется подполковник милиции и на пенсию приехал к сыну сын такой слабенький ну крещение принял и вот он у меня большие связи этот генерал-лейтенант начальник алтайского в.д. это мне сказал я много зла могу сделать а тут неделя не прошла у меня прокурор край генерал-лейтенант и кого назначили какой район там прокурор широких то он закрывает а вон там где живет то дед а я пошел и сказал юрий федорович такое дело он через день уже убрал его его сняли а этого который генерал-лейтенант увд это на которого надеялся того тоже деньги отпущенные милиции милиции на квартиры он где-то видимо научился брать мы его сразу сняли а на его место поставили валькова генерал-майор а вот потеряю приезжал но он промахнулся один раз его убрали в день когда погиб этот губернатор у нас был артиста был михаил сергеевич евдокимов евдокимов то и не дал охранную машину он разбился но на машина еще помогла биму а путин-то приезжал хоронить от руки его и сразу его убрали то что не буду если у бога назначено было почти 200 километров горжали еще спрашивается а машина то она еще может и бронирована была она летела и главная и там был на том месте если вы ничего не было одна береза растет и попасть в эту березу даже каскадер не смог она летела по воздуху 100 метров может пять и ударилась прямо в нее жена осталась живая а он и шофер погибли куда он гнал что-то там было на родине у него там собирая там родина его где-то ну то быть тому его тоже говорят он никакой там как не стоит этого клоун-то соседи соседней стране но я один раз обратился на колодец нужно было гальку и крупно зернистый песок и не привезли ему передали для меня он хорош был вот так и поэтому я избираю тактику определенно с ними не разговаривать никак нельзя он каждое слово и главное когда собрали там своих роднят и они все там выступали против меня то вот батюшка спросил бы дома ты тренировались кто за кем да они специально это все проштудировали как и абсолютно без мозгов при том все они обязаны мне не чем-то жизнью своей они через меня то услышали евангелие я их познакомил его отца и мать привез домой и никакой нет даже понятия не имеют а это есть хула на духа святого поношение самого добра в корне они от меня ничего плохого не получили кроме того что есть да еще вроде как плохое то когда я 60 лет иду одним путем при том я его нигде не воротил куда-то в другую сторону да я подходил под благословение к сенту католическому сфотографировали еще и сделал не так если не так перочит патриарха бери с франциском то встречался в гавани я за патриарха спрячусь ну да так ирина гришина то ее же выгнали из храма то теперь она теперь ходит на улице стоит она говорит так такое аллилуйя говорит было когда в последний раз она была это вообще непередаваемо а всего лишь что она сделала женщина пришла искала где крещение она и сказала про крещение что крещение это только тур полное трекратное погружение в нашем храме делается так она пошла и кто-то видать женщину спросила ли она батюшке каком-то сказала и те сразу распространили везде что это ирина сказала и все и говорят нет нет все нормально ты крещеная так это женщина не поверила она горит я никому не верю я только ей верю и ищет где креститься по нормально и вторая женщина пришла по тоже пришла ягод хочу работать торговкой в храме торговкой и тоже на ирину попала ирина говорит в храме ей показал по писанию что нельзя и убедила ее убедила это ушла и тоже кому-то сказала и вот эти два дошло до благочинного благочинный вызывает ее батюшку и батюшка под под этим напором сдается и и отлучи как бы ну говорит все больше не приходи к нам не приходи и говорит будем будем причащать тебя как бы дома на дому не отлучил ничего но на дому так вот слушайте дальше то что интересно благочинный в болью с приступом в больницу попал у него пристав больницу и я сразу мы сразу вместе с и я с ириной и у нее такая мысль пришла меня она должна еб его посетить туда и она туда направил там посетить нельзя из-за к вида на туда ему подарки направила может поесть или еще что-то благочинному тот ее выключил она ему добро наоборот а он говорит это ты подливаешься чтобы уже назад нету ну я говорю ну и ладно а она ему потом отправила у вас же есть этот пособие к исповеди священнику она ему отправила это пособие к исповеди священнику я говорю ну теперь держись крепко а здорово пособие священнику на исповеди хорошее это вообще невероятное я вас оставлял знаете сколько времени священники на дом приходили все выспрашивал да она ему отправила но ее сейчас конечно ей дух святой укрепляет она не чувствует никаких ну как был ударов легко их переносят это видно когда дух святой укрепляет не ожесточая не ожесточается ничего у нее нет этого просто видно желательно чтобы она одна нигде не ходила потому что газета писала сейчас не за и комсомольская правда как самая страшная мафия это церковная мафия они что угодно сделают в житиях святых написано как думали они отравить там саву присвященного и в просвору заложили яд у нее прям в ее жизни это уже было несколько раз такие моменты когда ну она знала кого даже нанимали для убийства она крещение то приняла до ее отец георгий вот месяца три назад же погрузил но летом если еще так захвати и пусть она у нас тут побудет отдохнет я тоже думаю что можно они что ничего не сделаешь почему потому что это от бога догнали пророков бывших прежде вас велика слова великая награда только за одно блаженство из девяти когда будут поносить и прочее это это награда и это далеко не каждому другие это и горе вам когда все будут говорить о вас хорошо горе а так все распределена как у меня есть друзья есть враги но больше чем у меня врагов кажется ни у кого в интернете нету этого уже ужас один сколько их при том вот сейчас я покажу одного за просто надо было сегодня мне это материал сдали игнатий лапкин во свете библии я думаю как же так такой ролик я не знаю мои ролики туда ставят и которые идут отзывы я не только могу там пожаловаться и то есть я не могу не убрать еще под моим именем чок и я даже сам подумал что это мой канал а где где это такой вот здесь в этом ю тубе при том вы мне сбросьте я посмотрю я не надо потому что может мы закроем его да я даже не знаю следует ли потому что главное если бы он следил то что там всякую хулу пишут только в комментариях то тогда бы дело другое ничего прям мои ролики не поврежденные так и стоят то ли он видит популярные или что так то его бы сразу это так мои я мимо глаз пропущу я это могу прямо скинуть сразу зайти сегодня но наше было такое тогда показали там паспорт все и закрылись закрыли не несколько каналов закрыли до такое дело вот как бесноватый вокруг крутится они все время появляются но опять же не без воли больше допуск они бы не имели никогда не нас проверяют к судному дню готовят и к великим испытаниям какие будет мы уже привыкли к этому и ну говорит и говорит вот сейчас один sd подписывается у меня можно я даже не смотрю еще он ставит там один это вряд ли тот человек это кто-то кто знает в курсе вот этих всех конфликтов и скорее всего представляется этим человеком прямо целый ряд выставляет все где против меня кто когда говорил и мне он тоже писал я его заблокировал а я не заблокировал думаю пока он здесь у меня трудится других он не трогает я отвлекаю как блокадный ленинград то сколько дивизий гитерских держал а на иначе они бы их сняли и пустили на москву и на техночь а вы бы вот никогда не думали вот представьте что вы с евангелем не встретились с евангелем но вы бы были военным ну военным там генералом камеры к примеру я почему-то представляю что вы бы были как суворов вот прям точно вот как суворов тренировался на это дело для меня это кровь ничего не значило я именно для родины я так понимал я если бы так не обратился у джохара туда его был бы думаю потому что больше то где а если было что-то где-то против я бы с белыми был не с красными у меня даже где-то стихотворение есть про это если бы я не встретил значит и вот этой группы бы не было и ничего могло не быть а вот где бы вы были если вот сегодня вот сейчас где бы вы были вот если бы вы военный к примеру как бы вы поступали как вы думаете я не знаю как но я думаю что был бы с президентом потому что они все время дразнили этого палкой толкали в этого в медведя и теперь вот я не развратили все в православии здесь делающие дело небрежно как они делают а который на меня нападают что тогда я составили этот ролик то они не говорят сорок восемь десяти и риме это они вот только внешне а вот там как это взрыв был кто-то погиб вы главное это возьмите погиб да господь весь мир смел восемь человек оставил только вес там и дети были животные птицы даже птицам негде было спастись в ковщине поэтому вывел господь это не садом и говори на и пять окрестных городов ну может быть по нашему сел больших я я был бы на этой стороне потому что здесь речь идет о родине а я в этом вопросе был готовился к этому отомстить вернуть прежнему и поэтому бандеровцев какие там есть я их понимаю потом был сашка билый это которого убили это визион порядок наводил музычка я бы меня спросил отец кирилл сахаров вот я бы был вы нашли вот вы со всеми находите общий язык а тут бы нашли я отвечаю искать не приходится я это сашка билый это я он помогал в чесне у него там награду имела джохара дуда его там много убил отомстить я же говорю в пять лет я уже хотел быть террористом отомстить за раскулащивание за все этим коммунистом и поэтому во мне все это теплилось я все время тренировался стрелять там боксом записывался где спать там говорится на гвоздях машину никто не верит что я машину водил да не просто водила бобик военный я серьезно готовился лазить там ухватился за день листик затянусь двумя пальцами перебираю листик до веточки веточку потяну к себе я уже на наверху дерево я лазил и лазил на нырнуть где крещение чтобы волну не замутить и там в камышах медленно выплыть и когда мы тренировки делали дольше меня никто не проводил а там минуты три-четыре меня даже нужны не было вот где бы я был военный если был да так ну во время службы в армии пошел записываться в легионеры война была в Алжире а то что я думал то а главная причина какая чтобы лучше французский язык выучить ой-ой-ой ужас какой на меня день это 27 сентября 62 года день рождения и сразу мгновенно сразу же ту же минуту бог дал крещение духом святым вот 20 глава и римея вы помните с 9 стиха по 14 прочитайте это у меня главное было и римея 20 глава с 9 стиха 4 стиха да кажется 9 до до 13 вот и подумал я не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его но было в сердце моем как бы горящий огонь заключенный в костях моих я истомился удерживая его и не мог не мог и дальше ибо я слышал толки многих розы вокруг заявите говорили они и мы сделаем донос это уже против меня донос сделали тайна дальше все жившие со мной в мире сторожат за мною не споткнусь ли я может говорят он попадется и мы одолеем его отомстим ему моя биография там написано то дальше но со мной господь как сильный ротоборец поэтому гонители мы споткнуться и не одолеют сильно посрамятся потому что поступали неразумно посрамление будет вечное никогда не забудется это моя биография я обратился когда то внутри меня как огонь вспыхнул и уже к утру весь караван кораблей знали лапкин сошел с ума я всем стал говорить радоваться у меня никогда не было мрачного лица что-то там меня ударили там руки скрутили меня подвесили накощали у меня вот такое вот тело делалось я живой остался живой-то психиатрия то я что со мной делала то это тогда еще когда из армии в армии это все вот так посматривают все прищуривают глаза вот те кто вас гонят вот из из близких родственников если бы вы были не их близкие а где-то вдалеке то они бы наоборот возможно бы и прославляли бы говорили хорошо а из того чтобы близкие ваши из-за этого ну так описано и родные чтобы родные идущие мой хлеб будет подняли пяту это не просто так это все сходится у меня и будут поносить вас неправильно злословить и велика ваша награда на небесах они сумрачные вот такое зверелые лица делай а мне нужно никакой нет я не могу скрыть радость у меня все время радость внутри господи если бы ты прошел мимо как песню поются подумать страшно мне теперь когда в нету открыл ты дверь не той бы улице прошел меня не встретил не нашел у меня не было то что постепенно бабушка за руку водила и не было никогда и вот господь знал это что савл година это дело вот у меня прямо так идет любви весной вот теперь думают мы бы с вами не встретились сегодняшнего разговора бы не было для техники я вообще думаю я уже маме говорил папе тоже говорю я говорю мы как встретились так такое благословение излилось во всем во всем вот во всех делах и они горда действительно так я смотрю везде во всем благословение говорю это не это не за наше не нам а это просто из-за того что мы тут учеб поучаствовали в делом божье а так такое благословение с вами соприкоснаешься и сразу благословение это не от меня не зависит а благодать божия три дня назад одна и известная женщина она у нас в рулетке в рулетке говорю тут в этом скайпе и с мужем и он хоть меня говорит что я знала мужа мужика там какого и он говорит ты шлюха но я же тебя не скрыла говорит ты проститутка и он ушел другой женщине что и теперь я одна тут с ребятишками сколько у нее там ребятишек то столько я говорю а вы хотите помолиться давайте помолимся помолились а она чуть не на другой день говорит чудо какое муж-то вернулся вернулся и сказал никуда не пойду лег на кровать или а я говорю ты привет его да будь повнимательный да оденься как надо не застрел не застряпанная это одна ты не можешь где-то он пошел но и ты тоже виновата ну такая ты есть а если такая в этом я тогда и выставил вот если такая то была и ревность когда бывает там 5 глава 5 глава чистился и все выставил ну как на деле либо прошло и она мне пишет пришел так я должна теперь простить его другое тут что-то было тоже у такое не ладно-то ну мужчина я говорю давайте будешь молиться если согласен скажи аминь помолились он буквально пол дня не прошло он говорит что-то у меня такое тут я говорю это я к богу вызвал у меня звонили из Англии из Америки помолиться дочь из дома ушла никак я говорю давай помолимся помолились а дочь от матери ни на шаг никуда почему бог делает так мне сколько людей из разных стран что мы спали а вы подошли и пнули нас одинаково все говорят подошел как дал сапогом а кто ты такой я говорю Игнатий Лапкин я завтра начал искать и нашел в интернете а он пятидесятник работал в Америке Якубович да да я помню помню знаете такой есть хороший мужик Леонтий одно время он хотел меня миллионами одарить а потом еще я нагородил то не знаю давай говорит что раздал другом место да ладно и по потом из Англии кажется ну такие совершенно большие расстояния так хорошо заснул как дали да так больно пять пять говорит а другой лежал вот так вот смотрю говорит лампочки загорелись на потолке я не спал и у меня в голове прошло надо образовать тут пасеку в горах на абазетах Глушенко Вячеслав он зав какой-то там по бионике был в Академгородъемном Сибирске работал то ну и вот ему сказано было ничего у тебя не получится и главное написал Горбачеву и отпустили трактор на вертолетах наверное привезли там эти бульдозера и полгоры буквально снесли там сопки и там начал делать ничего не получилось и тогда он давай молиться и Бог сказал пока Игнатий не будет с тобой у тебя ничего не будет он приехал я говорю знаешь Вячеслав а ему имя Никодим в монашество принялся а Никодим он и приезжает у меня рядом часы стоят и сохранилось там пол четвертого всегда ночью я говорю ты знаешь Никодим ты готовь сухари суши они тебе сгодятся у тебя сестра родная она тебя любит и она тебе будет передачки носить да вы что к нему едет какой-то поехали его нашли на сосне повешенным там серьезное дело то было и все и он ушел в богородичный центр а работал с отцом ну у меня был такой этот Иннокентий лютых фамилия его Георгий Иннокентиевич слепой 6 лет нес отцу обедать а когда обратно пошел а уже таяло и его с мостика вода унесла и глаза песком и я с ним переписывался талант он даже вот слушал однажды не слышал этот рассказ и он слышал запись какую-то а я там беседую с отцом кажется Дмитрием Дудко это самый популярный был не Александр меня Дудко и он слушает слепой и говорит а это кто говорит а вот это ну вот это из Барнаула Лапкин он мирянин а он говорит прав вы меня везите туда и они его привезли сюда с Красноярского края Канц кажется и вот поздно он раза два приезжал с сопровождающим потом один приехал а я же около железной дороги и как он пробрался провели его нет я к нему поехал он поехал к отцу Геннадию Фаст кажется отец Геннадий Фаст говорит я не мог определить границы его знания я его спрашиваю вот наизусть большие поэмы там Нацена там Иуда христианка такие Якубович редкие такие поэты и все знают как вы знаете то они одного я говорю собрания когда приезжали атеисты кто-то не пропускал все слушал и главное вот я когда говорю такой-то святой сказал а я число не называю не все знают он знает какого числа вот какое дело-то и главное работал переплетчиком и кажется пещи делал и дома строил зрения ноль никакого у него просто глазницы остались и все и как мы с ним сроднились Георгий Иннокентьевич кажется созвать его лютых фамилия лютых вот какие дела Господь устраивает как какой я у него был он так это знаете это еще вели советинской библии было туда раз в руку достаёт прочитайте такая глава стих я прочитал так подождите еще полез достает а там брайля там кнопочки такие это пупырьки стоят вот так сохранились у меня добрые отношения а потом он умер а он умер умер да но у меня где-то кажется записи с ним были сейчас не знаю после этого то были обыски все отнимали надо посмотреть давнишь не где-то но память осталась вот я об этом говорю и главный отец геннадий то от него был вон где леса себе Енисейск а вот афганский посмотри сколько и все поехал туда с ним какое место не возьми о чем не рассуждаю и вот этот Вячеслав то будущий Никодим то он с ним работал это в храме был и что-то там пытался говорить а он руководит на клиросе когда что считать петь этот слепой георгий-то ну и он мне сказал у нас вот такое появился священники там вроде зря его поставили он ничего не знает и все колбасит тут ну и у него прям сразу не пошло он снимут ну и все он кончил колбогородичный центр там какой-то иоанн у них там они пляшут священные одеты под священнические божья-матерь это там явление пятое-десятое еретики настоящие у нас один на приходе тоже с богородичного центра пришел и как бесноватый на сто процентов да да с ними нельзя говорить и показывает он на такой детской на коляске одной ногой когда упирается катится то и он с кадилом катится по храму и машет рукой на этом едет а потом они выходят и пляшет священники да 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 ну говорят каждый давить-то веселыми ногами на пасху поем вот мы так и делаем какой-то я там какое-то слово там такое еще по местности и что интересно зоя крахмальникова к ним перешла перед самой смертью зоя крахмальникова исповедница сколько мы были с ней вместе ну там у нее измена мужа там все дождь против и она туда веру сохранить у него была евангельской веры или не было ученые люди она была как раз из тех которые близкие были судьи митрию дудко а когда он так выступил по телевидению это записали его когда он сидел тюрьме ясно дело что их поколебало это все у меня беседы с ним кое-где сохранились может считали там где да 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 когда первый раз я выступал и сказал что если бы я был против я бы половину уже увел его и он мне больше не давал слова я говорил о любви божия исполнение духом святым и там все у меня описано ну вот апостол павел же не зря говорит что как это жизнь прожил и веру сохранил течение совершения до течение прошел течение куда тещешь и братья тещешь и куда ты идешь тещи тещь ногами перебирать и волнами перебирать а вот вы прожили уже почти ну полную жизнь скажите самое сильное испытание для веры когда человек теряет веру вы можете сказать а чего чаще всего человек теряет веру понимаешь вот надо опыт иметь в этом я могу сказать а может быть у другого по-другому у меня этого не было она у меня никогда не было меньше она только возгоралась и возгоралась у меня никогда не было что потерять там мысль какая-то мелькнет где-то она еще не долетела уже отшибленная я не могу я имею ввиду знаете вы же видите других людей вот это я вас спрашиваю ну ладно которые другие это не веря слову божию потеря молитв вот конкретно потому что он старается как-то быть один начинает это подыскивать это абсолютно неприемлемо я ни под кого никогда не подыскивался чего ради то я ему могу скинуть материалы даже вот которые нападают все время я ему то скину а подыскивается это означает что зацепляется за слова чтобы в яму сбросить да поэтому я держу это все конечно молюсь о них которые там враги их давно уже нету я все равно молюсь то есть уехали куда-то у меня они все отдельно там военные отдельно священники диаконы архиереи у меня группы больные пьяницы и поэтому я не забываю почему а я их пакетами во время молитв перечисляю люди удивляются вот мы посмотрели святых этих там больше ста имен и вы все помните я не помню а язык шевелится я даже другой раз сам думаю неужели это так а как то есть когда вдруг надо становится вдруг сразу всплывает это имя я говорю одно стихотворение прочитал в армии там два куплета было в комсомольской правде то и считай сорок лет тогда было прошло а организм человека мозги все через семь лет полностью меняется а здесь несколько раз обменялось я его ни разу не вспоминал а тут что-то коснулось я его процитировал да где же оно было то гаданик лету к осени поплыли крепись бодрись но хочешь или не хочешь они виски уже посеребрели но все равно я завтра стану рано и потружусь до наступления до окончания дня и солнце уходящее на запад я за узду поймаю как коня да это господь все делает самое немощное негодное он берет и шлифует вот такие вопросы которые спрашивают а как у вас там было что вот я бы за грань перелез и там был бы отлучен вот у меня и в сорок первом псалме написано из того я знаю что и господи за меня если враг не одолеет меня если враг не одолеет и враги не устоят там об этом и не постромятся друзья мои я это себе сразу взял для памяти если я сделаю что-то не так а у меня есть друзья доверившиеся вот сейчас что-то я куда-то там как они вас тогда будут жалить все вот он ваш вот он ваш вот и у меня поэтому это страшило как так близкие друзья и они пострадают из-за моего минутного увлечения чем-то я мог увлечься что уехать за границу вот я же учился в мореходном училище высшем я говорил что за три курса за год сдать хотел и по одному и за трех иностранных языков вот я бы был за границей и думал уйти и Господь вот не допустил ни до чего я оказался там где нужно был долго в Америке ездил я не мог дождаться когда вернусь тут все не такое хотя я свидетельствовал там особенно в Лос-Анджелесе было я добивался чтобы с молодежью встретиться я рассказывал уже а старики да нет они не нуждаются ничем наша молодежь там машины да девки я говорю ну соберите все таки ну они один раз собрали старики вышли разговаривать между собой там один говорит ты за сколько купил эту машину он говорит там за три тысячи долларов охота такое разговаривает о чем одного гляжу он под машиной лежит а другой стоит и они между собой один красный другой белый и тот который белый то там под машиной а этот ему говорит а тот из машины голову из под машины ремонтирует там вылез говорит слушай Егор а ты не прав а почему да я по голосу понял что ты раздражаешься я думал вот это люди и говорили я даже не заметил он говорит ты раздражаешься тот постоял стучат то ли у вас то ли у меня что стук какой-то прошел нет еще нету а этот которого на красного то так сказал а тот постоял маленько прям вот и называет его там как Трифон или как слушай Трифон а ты прав повернулся и пошел да у нас бы там ключом его огрел бы бензином облил а этот ты не прав у тебя голос это в Китае так было если борцы борются а император смотрится если у него глаза сделали такие как бы злые он сразу платочкой махал борьба окончена уже не надо ты извлечься и вот с молодежью с этой встретились гляжу и старики зашли но я с ними стал беседовать они приняли меня хорошо много там сербы были еще откуда-то были у меня бывает как сразу переводчики есть там с корейского с китайского старики то смотрят час проходят второй это наша молодежь такая эх вы старики старики поколение за поколением пропустили да чего же вы Христа то забыли ходите причащайтесь чаще исповедуйся чаще причащайся и вот это у меня осталось в памяти так они до того удивились это их дети и их дети это наши дети такие с таким вниманием такие вопросы задают эх молодцы мои вот тут когда бывает у нас что-то спорят я же никогда не выхожу никогда зачем пускай самостоятельно учатся ну а если материал большой я скину сразу десять пакет пакет десять там больше она не принимает стихи кто просчитает читает кое-кто стихотворение или отдельно сейчас я наготовил кто как обратился семьдесят четыре человека я их вытащил то есть пятнадцатого шестнадцатого тома по отдельно как есть и вот-вот я буду уже выставлять так что успевайте да 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 ну правильно тут многие же завязаны через вас пришли большинство поэтому вы что-то скажете и можете потерять а мы сами лучше скажем вместо вас да да никак я нигде не выступаю вот они бывают и знакомые близкие не надо там говорить охота сказать ты теряешь многое ну думаю ладно помолюсь лучше помолюсь и гляжу как-то затухает а вот она такая то там одно время тут Наталья и Елена тут между собой а обе одинаково близкие мне такие что знают о чем говорят надо промолчать помолиться да и оставить пока сколько причин есть по которым можно конфликтовать их миллионы не сто сорок шесть причин я уже выставил это вы получили нет девятьсот сорок шесть причин чего чтобы не было раздора чтобы не было вот это друг против друга когда против меня враждует я разбил какие моменты у тебя удержать могли возраст знание положение это я всем тоже всегда распространяю вот вот это все описание сто сорок шесть раз надо библию открыть а этим то которые против дал они даже не стали считать ну там написано тысяч две тысячи второй год не сегодня это ну спаси христос все с богом у меня тут отец приехал сейчас машину делать там надо ну давай там сильно ты не ложись под машину не я не ложиться не буду у меня сейчас мне к семинарии надо готовиться я так помогать только на крыше работать и через крышу веревку перетянуть и чтоб кто-то там был стравливать называется ослаблять чтобы опустить бережу на упреки ну с богом все спаси христос аллилуйя